Главным событием празднования в Кинишме 400-летия становления российской государственности стало открытие памятника легендарному воеводе Фёдору Бабарыкину. Бронзовую скульптуру отливали в Смоленске, в канун праздника привезли в Кинишму. Установили его на средства меценатов. «Наше бизнес-сообщество с пониманием подошло к этому вопросу, и мы собрали необходимые средства. Причём бескорыстно очень многие помогали не только финансами, помогали строительством, помогали техникой, помогали другими возможностями. То есть памятник получился». Фигура воеводы, по мнению историков, одна из ключевых в преодолении польско-литовской интервенции. Под его предводительством народное ополчение в 1609 году разбило отряд изменников во главе с уздальским воеводой Фёдором Плещеевым под селом Дунилова. Сам Бабарыгин через несколько месяцев погиб в неравном бою с отрядом пана Лисовского на подступах к Кинишме. Эта скульптура не только дань памяти легендарному воину, но и выражение народной благодарности герою. «Такое вот великое, серьёзное дело объединило всех, и мы очень надеемся, что это будет серьёзным стартом по развитию города. Потому что те, кто не помнит своей истории, кто не знает её, кто не ценит её, кто не любит, они не заслуживают и будущего». Хотя памятник легендарному воеводе уже открыт, он ещё не приобрёл свой окончательный облик. На постаменте появится чёрный гранит, а также два металлических барельефа. Один из них будет изображать утро перед битвой, а второй – призыв Казьминина к кинишемцам. Денег на окончательную лесобрацию памятника пока нет. Сборщики средств рассчитывают на инициативность кинишемцев. Но окончательная отделка пока откладывается. Сейчас необходимо решить насущную проблему. В строительство памятника внесли вклад около 1200 человек, но средств не хватило. Согласно договору, в течение этой недели сборщики средств должны перечислить московскому скульптору Равилю Юсупову, автору памятника, ещё 250 тысяч рублей. Чиновники пообещали, что в случае нехватки средств постараются помочь. Но пока что инициативная группа больше рассчитывает на сознательность местных жителей. Памятник всё-таки народный. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.